Девушки отдыхают И не пикнешь, ляжешь в мою постель и будешь лежать Понятно тебе? Держи, возьми свой телефон Как позвоню, возьмешь трубку с первого раза Хорошо? Чтобы я не беспокоилась о тебе Заодно подумаешь о нашем разговоре Возможно, образумишься Ответь, когда я буду звонить Огус? Огус, ты должен отвезти меня к Ясину Годами говорю одно и то же Сколько раз говорила Эта змея станет бедой на твою голову Но он не послушался Видишь, погубила моего сына Мой мальчик Вы не опускайте руки, пожалуйста Смотрите, я рядом с ним Я помогу Ясину Я буду рядом с ним Красавица моя Хочу сказать Что проблема Селин с Фазилет Ханум И ее дочерьми Гораздо больше, чем ты думаешь То есть Проживание Фазилет Ханум И ее дочерей в этом доме Огромная проблема для Селин Пойми Опять одно и то же Опять одно и то же, Гюзиде Я говорю тебе, что спешу Что мне нужно уходить А ты меня задерживаешь Селин сильно пострадает От присутствия этой девушки здесь Говорю тебе Какое у тебя может быть Более важное дело, чем это Какая может быть спешка Вооруженные люди напали на наш дом Чего мы еще ждем Да еще И дочь этой женщины У нас на глазах Напала на Селин Когда Селин подралась с этой девушкой Ты выгнал из дома родную дочь А чего мы еще ждем, Хазам Чтобы выгнать их отсюда Что за у них неприкосновенность такая Ты можешь мне объяснить, Хазам? Говорю в последний раз Ни Фазилет Ханум Ни ее дочери Никуда не уходят Они будут жить в этом доме До тех пор, пока я этого хочу Понятно? Запомни это Я не могу их выгнать А, не можешь А можешь мне объяснить Какова причина Этой женщины и ее дочерей В их неприкосновенности Я не могу их выгнать, Гюзиде Не понимаешь? Не могу выгнать Не могу Хазам Не можешь Так значит неправильное решение Очень неправильное решение Сейчас же едем в больницу Да, господин Поторопитесь немного Ой Доброе утро Доброе ли? Ты собирался спуститься на этаж для персонала? А что, хозяевам запрещено туда ходить? Да нет Просто я подумала, что ты не снизойдешь до этого Снизошел ради тебя Не поняла? Собирайся, мы едем на съемки Съемки? Прямо сейчас? Сию секунду? Да А что, есть проблема? Насколько я помню, ты приняла наше предложение? Отнюдь нет Приняла Принять-то я приняла Ну, что за спешка после вчерашнего? Ну, лично у меня нет проблем со вчерашним вечером Вчера Осталось в прошлом Сегодня совершенно новый день, да? Но если ты говоришь, что не уверена Что поменяла свое решение после вчерашнего Тогда Не будем тебя принуждать Если в вашем решении нет никаких изменений То и в моем тоже нет Я соберусь Я жду Если вы серьезно То и я серьезно У меня должна была быть сумка А там телефон Мне нужно позвонить Мы передали сумку вашей родственнице Она уже в пути Мы ей сообщили, она едет Какая родственница? Что ты, по-твоему, делаешь? Откуда взялись съемки? Она приняла наше предложение В чем смысл терять время? Она сделала это, чтобы испытать нас И ты знаешь это Допустим, она нас испытывает Ты во всем признаешься? Вот дверь Зайди в ее комнату и расскажи Но если ты ей ничего говорить не будешь То и мне тоже нечего тебе сказать Не будем осуждать мои шаги Которые я делаю Из-за твоей ошибки Я готова Ну вот и замечательно Это будет занимательный день Ты правда не обязана принимать участие Ты можешь отказаться Вы сделали предложение Я его приняла Я уверена в своем решении А ты уверен? Это дело не связано со мной, Хазан А для меня оно связано с тобой, Синан Только с тобой и связано Я знаю Ты это знаешь Вы не идете? Идем Мы идем, Синан? Хорошо, давай Спасибо за субтитры Боже, помоги мне. Родственница? Какая родственница? А, ты теперь мне и родственницей стала. Лгунья. Боже, помоги нам. Хорошо, брат Сейфи, хорошо. Да будет Аллах тобой доволен. Нет, мы сейчас же будем. Она... Она рядом, да, да, хорошо. Да, хорошо. Пяти минут достаточно будет. Хорошо, пока. Что случилось? Что он сказал? К счастью, он служил вместе с моим отцом. Сказал, что организует встречу минут на пять. Слава Богу. Слава Богу. Большое спасибо, Угус. Ты мне жизнь спасаешь. Лучше бы я вчера был там и спас жизнь своему брату. Да, прошлое не изменить. Этот парень организовал виллу только ради того, чтобы ваши мамы помирились. Якобы вилла должна была вас сблизить. Но смотри, как вышло. Не то что сблизить, она... Она еще и разлучницей стала. Нас не вилла разлучила. А это бесстыжая врунья. И еще родная мама разлучила. Но зря. Теперь нас ничего не сможет разлучить. Ложь. Клевета. Ничто нас больше не разлучит. Немедленно убирайся отсюда. Кереме, ты обязана меня выслушать. Для нас обеих стрела уже вылетела из лука. Мы нуждаемся друг в друге, пойми. Из-за тебя я чуть жизни не лишилась. Умерла бы и не воссоединилась с сыном. Что за нужда такая? Ты послушай меня. Хочешь верь, хочешь не верь. Но если ты хочешь воссоединиться с сыном, то ты нуждаешься во мне. Я сыта враньем, Фазилет. Сейчас я вызову охрану. И сообщу Хазымбею. А ты объяснишь, кому и кем приходишься. Тебе нет проку от Хазымбея. Смотри, Кереме, смотри. Оба мальчика уже на вилле. Оба остаются там. И я, Газбей, туда переехал. И я там остаюсь. Я теперь всегда на вилле. Смотри, тебе никто, кроме меня, не сможет помочь. Пойми это. Не старайся зря. Ты больше не сможешь обмануть меня. Поняла? Это дело зависит от одной пряди волос. А-а. Ты узнаешь, кто твой сын с помощью теста на волос. Что тебе еще надо? Смотри. Такую услугу тебе никто, кроме меня, не окажет. Зачем мне доверять тебе? Зачем мне доверять тебе? А-а-а. КОНЕЦ Здравствуйте. Мы пришли навестить Есина Демеркола. Ваши паспорта, пожалуйста. Да, одну секунду. Прошу вас, ту дверь. О, Боже, разве здесь мы должны были оказаться? Успокойтесь, пожалуйста. Подождем немного здесь. Адвокат нам сообщит, как только все уладит. О, черт. Селин Ханум? Хорошо, я обо всем договорился. Если что-то понадобится, звони. Хорошо. Я возвращаюсь домой. Следуйте за мной. Я тоже не ожидала вас увидеть, Хазымбей. Но Хазымбей такой верный человек, ты же знаешь. Ты знаешь же Хазымбея, да? Кереме, я тебе говорю, спрашиваю тебя. Знаю. А откуда знаешь? Из газеты журналов знаю. Да, Кереме, видишь, как тесен мир. Тебя сбила машина Хазымбея, про которого я тебе так много рассказывала. Это же Хазымбей обеспечивает твое лечение в частной клинике. Видишь, какой благородный человек. Готов на помощь. Да будет Аллах им доволен. Поправляйте скорее. Хазымбей очень удивился тому, что мы родственницы. У него даже сердечный приступ был. Он нас так напугал, Кереме. Слава богу, с ним все в порядке. Сожалею. Наверное, ваши дети очень расстроились. Что значит расстроились, Кереме? Ты бы видела, как они горевали. Особенно Ягазбей. Особенно Синанбей. Они так расстроились, так опечалились. Ах, Ягазбей. Синанбей. Они очень хорошие ребята, Кереме. С вашего позволения. Надеюсь, вас скоро выпишут. Дай бог. Выздоравливайте. Спасибо. Передавайте привет вашим детям, Хазымбей. Хорошо, я тогда провожу Хазымбея. Не дай соскучиться по тебе, Фазилет. Нам есть о чем поговорить. Как хорошо, что вы пришли, Хазымбей. Как хорошо. Особенно для Кереми. Значит, так я должна была справиться с тобой, Хазымбей. С помощью Фазилет. Хазымбей. Хазымбей. онбейлет. я ее не знаю мне не о чем с ней говорить ясен 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 я умоляю тебя стой выслушай меня ясен ясен послушай я пришла я пришла переступив гордость пожалуйста выслушай выслушай меня разочек пока не поздно выслушай я тебя достаточно слушала джехану я наслушался и тебя и твоих сказок теперь ты будешь меня слушать да как трудно быть родителями верно хазембей не понял мы только что вышли из палаты кереме вы наверное думаете откуда взялась эта тема про детей все мои мысли о дочери хазембей поэтому я и начала эту тему бог не дал мне сына но вы хорошо знаете какие проблемы бывают с дочерьми вы понимаете меня и мои проблемы хазембей ваши сыновья очень огорчили моих дочерей вазилетхану мне не совсем нравятся такие намеки тогда я скажу в открытую хазембей ваш сын опозорил имя моей младшей дочери я в курсе этой темы и поговорю с сыном а ваш сын будет отрицать разумеется мой сын никогда ничего не отрицает если есть что-то что он совершил правильно или неправильно он не будет это скрывать я могу гарантировать вам от имени егэс а я в таком случае могу вам гарантировать это смотрите я смирилась с тем что сделали с моей хазан в конце концов она взрослый человек но я не вынесу злых языков и рук притягивающихся к моей и дже что вы хотите сказать говоря о руках притрагивающихся к ней на что вы намекаете это существенные темы хазембей мы не можем говорить об этом между прочим нам надо поговорить об этом как родителям тет-а-тет понимаете давайте я вас сейчас провожу чтобы ваш шофер вас не ждал подумай хазембей подумай хорошенько подумать я же просила сразу отвечать на звонок почему ты заставляешь звонить дважды почему не отвечаешь на звонки хэджи ах хальдун давай поговорим позже если это не очень важно очень важно хазембей хорошо слушаю тебя я был в тюрьме по делам селин ханум тоже была там минутку минутку что ты сказал что селин там делает она сопровождает мать напавшего парня хазембей хорошо понял остановись в удобном месте я сам сяду за руль ты вернешься на другой машине хорошо хорошо господин нет он не мог видеть увидел подошел бы ты что-то сказала дочка я говорила сколько нам еще ждать шухри еханом у вашего сына другой посетитель как это его мать здесь а рядом с моим сыном кто-то другой я здесь не для того чтобы слушать оскорбление и ругательство я пришла поговорить с тобой мне нечем с тобой разговаривать если не нравится то проваливай на свою виллу есть син как ты можешь поверить в такое как ты можешь поверить в то что я могла держать за рук у кого то другого держать за руку увидите ли когда ты это говоришь звучит благороднее да что также держать за руку что значит держать за руку ты думаешь то я не знаю там что ты спала с тем парнем я что дурак есть не хватит не говорит таких вещей которых будешь жилец я сожалею как не когда назвал тебя своей любимой Сожалею, ты поняла меня? Ты говоришь не от сердца. Ты обезумел от ревности. Поэтому ты говоришь мне это. Теперь замолчи и слушай меня. Покажешь мне, что я заслуживаю те слова, о которых ты говоришь. Иначе мы оба... Мы оба будем очень сожалеть. Понимаешь меня? Единственное, о чем я сожалею в этой жизни, это то, что такая, как ты. Есин! О, проклятие! О, проклятие! Это был мой последний шанс. О, проклятие! Стало ясно, кто наш посетитель. Змея. Змея. Ты змея, змея. Сделала, наконец, свое черное дело. Погубила моего сына, виляя хвостом перед парнями. Погубила. Ты змея, змея. Госпожа, успокойтесь. Будь проклята, змея. Успокойтесь, госпожа. Но мой сын понял, что ты из себя представляешь. Пострадал, но понял. Распутная. Добро пожаловать, Ягасбей. Добро пожаловать, Инанбей. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Все готово? Эдже? 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 Дочка? Эдже? Эдже? Что я тебе сказала, а? Что сказала? Я сказала, иди домой и ложись. Ну что теперь? Боже, куда запропастилась эта девчонка? Ты видела, Джей? Нет, не видел Фазелет Ханон. Она сюда не приходила? Никто не приходил. Вы уверены? Нет, не видел. Конечно. Конечно, ты бы сказал, если бы видела. О, Боже, куда она пошла? Мы оба избавимся от боли. И от несправедливости. Избавимся раз и навсегда. Ты не ответишь? Это мама. Я ей перезвоню. Хазан. Хазан же, конечно, не ответит на звонок. Когда она тебе отвечала? Она, видимо, не знает, что ты здесь. Еще неизвестно, что будет. Пусть не предается несбыточным мечтам, как в прошлый раз. Может, я не смогу. Может, я не фотогеничная. Может, случится что-то в последний момент. Может, не останется нужды во всем этом. Не так ли? Хазан Ханам, давайте перейдем на прическу. Я иду. Я иду. Волнение на пределе. Очень упрямо. Действительно, очень упрямо. Я иду. Сдашься, Синан. Не я, а ты сдашься. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Я не знаю, девочка ты или мальчик. Почему ты выбрал меня, я не знаю, было бы лучше, если бы ты выбрал не меня, потому что я не могу дать тебе жизнь. Но я тебя никогда не оставлю. Мы с тобой навсегда, мы с тобой навсегда уснем. Сладких снов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хазан Ханум, какой у вас размер обуви? Да, только я на каблуках. Да, я, Газбей, сказал, что вы не носите обувь на каблуках, поэтому мы принесли для вас это. Ты это забыл, подонок. Я скормлю тебе эти деньги, скормлю. Какой же он вежливый. Хазан Ханум. Какая вежливость. Очень мило с твоей стороны помнить, что я не умею ходить на каблуках. Хазан? Что происходит? Что происходит? Твой брат со своей элегантностью возвращает меня в ту ночь в отеле. В чем дело, Ягазбей? Удивился? Я рассказала все твоему брату. Я рассказала ему про самую тяжелую и постыдную ночь в моей жизни. А знаешь, что он сделал? Предложил мне работу со своим братом. Давай, мы уходим, Хазан. Нет! Хазан! Мы не уходим. Ты продолжаешь? Вы продолжаете? Я тоже продолжу. Не говори. Больше ни единого слова. Я возьму туфли на каблуках, пожалуйста. Почему, Эджи? Отказаться от жизни? Хотеть смерти в таком возрасте? Почему? Почему это отчаяние? Вот вы и сказали. Отчаяние. Выход есть всегда. Даже у самой большой проблемы в этой жизни обязательно есть решение. Не забывай это. Вы ничего не знаете, Хазымбей. Это мои проблемы. Вы думаете, что вы спасли меня, но... Меня теперь никто не сможет спасти. А я не смогу спасти его. Я беременна ребенком, у которого нет отца. Отец этого ребенка. Отец мой сын. Либо ты с ребенком на руках, останешься на совести Щукрие, и будешь дожидаться этого ублюдка, который говорит тебе все, что вздумается. Либо скажешь, что ребенок Ягыза и Гемена, и будешь жить припеваючи, только и всего. Что? Мама, ты с ума сошла? Что ты хочешь сделать? Я хочу, чтобы ты спасла свою жизнь. Нет. Нет, ты хочешь, чтобы я оклеветала. Хочешь, чтобы я всех обманула. Мама, ты что, газеты журналов не читаешь? Телевизор не смотришь? Сейчас тест делают, даже когда ребенок в утробе матери. Выясняют. Выясняют, чей это ребенок. Ты не сына. Ты отца заставишь поверить. Скажешь отцу, что это ребенок от его сына. Заставишь его поверить. А в остальное не вмешивайся. Остальное улажу я. Понятно? У твоей мамы сильные козыри. У твоей мамы настолько сильные козыри, что могут ложь превратить в правду. Давай, пойдем домой. Давай, пойдем. Пойдем. Смотри, как пошел нам на пользу однодневный отдых. Ты же не расстроилась, что мы не смогли продлить еще на один день? Тик-так. Время вышло. Ты расстроилась. Видно, нахмурилась. Совсем не расстроилась. Я думала, я думала, может, нам совсем не распаковывать чемоданы. Полетим, как только ты закончишь с делами, хорошо? Полетим туда, куда вздумается. Здравствуйте. Гекхан Эгимен здесь живет? Да, здесь живет. Распишитесь. Хорошо. Хорошо. Брат. Мне правда очень жаль, что ты слышишь такое из-за меня. Жаль и потому, что тебе приходится врать из-за меня. Слушай, хочешь верь или не верь, но я в эту девушку. Влюбился. Влюбился. Субтитры подогнал «Симон» 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 поговорили тогда моя очередь хазэмбей я жду вас мастерской ты такая очень очень другая как будто другой человек красивая с тобой все хорошо как будто я это не я хазан ханом хазан ханом мы начинаем хазан ханом хазан ханом смотрите в камеру пожалуйста и улыбайтесь хорошо а а а а и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где вы нашли мою дочь, Хазымбей? О чем вы говорили? Я вас спрашиваю, Хазымбей, вы мне ответите? Сперва я выслушаю вас, Вазилет Ханом. Интересно, вы выдержите то, что услышите? Потому что я, как мать, не могу выдержать того, что я пережила и пережила моя дочь. Вы выдержите? Если бы в первый день, когда я вступила на эту виллу, знала, что мне придется пережить, я клянусь, я бы ушла без оглядки, хлопнув дверью. Оказывается, это вилла мое испытание. Оказывается, вилла испытывает меня дочерьми. Горю я о том, что моя Хазан страдает из-за Синанбея. Выяснилось, что теперь младшая страдает из-за Ягзбея. Ты видел Хазан, да? Ты понимаешь, что мы с ней сделали? Ха, а что сделали? Усилие по плохой дорожке, что ли? Она просто позирует. В чем проблема? В чем твоя проблема? В чем моя проблема? Ты официально делаешь ее лицом Марки? Ты посмотри, кто это говорит. А разве до меня не ты это сделал, а? Покрывая ложь ложью, ты реально меняешь жизнь этой девушки. Даже ваша дочь говорит об отношениях вашего сына с моей дочерью. Вы же слышали все это вчера. Своими ушами. Этот грубиян, бандит с нашего двора, взял оружие и напал на виллу. Ваш сын несет за это ответственность. Ягзбей. Он согрешил с девушкой того же возраста, что его сестра. Моя дочь носит ребенка вашего сына. Она беременна. Я поняла, что вы в курсе, когда увидела вас вместе с моей дочерью. Разве как отцу вам не надо поговорить со мной, Хазымбей? Здесь речь идет о чести и будущем моей дочери. И, конечно же, о жизни этого невинного младенца. Мы с вами, как мать и отец, обязаны выйти из этой ситуации. Я все сказала. Мне нечего добавить. Жду вашего предложения. Я хочу, чтобы вы позаботились о своем внуке, Хазымбей. Хазанханум, пожалуйста, смотрите в объектив и улыбайтесь. Улыбайтесь. Нет, я не смогу. Извините, я не могу. Я не привыкла. Я пришла сюда не для этого. Я просто не для этого. Поверила. Хорошо, я поверила. Покрывая ложь ложью. Неплохо. Как ты легко об этом говоришь. Все, что мы здесь делаем, мы делаем, потому что ты вынудил меня этому своей гнусной игрой. А ты не хочешь, чтобы она позировала. Тогда возьмешь ее за руку, выведешь оттуда и расскажешь ей все. Расскажешь ей, почему ее оскорбили той ночью. Объяснишь, почему ее банальным образом унизил незнакомый человек. Расскажешь, что из-за меня, все из-за меня. Скажешь, что все из-за меня, из-за моей гнусной клеветы. Давай, иди, расскажи. Расскажи ей то же самое, что сказал мне перед тем, как отправить меня в номер отеля. Как там была девушка, которая продала ее мать, ждет меня в постели для того, чтобы за одну ночь изменить свою жизнь. Так что ли? Хватит уже. Довольно. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Хорошо. Ребенок в животе вашей дочери не имеет к моему сыну никакого отношения. Ваша дочь мне все рассказала. Она рассказала всю правду. Мой сын, даже до руки вашей дочери, не дотронулся. Вы все сказали. Теперь выслушайте меня. Погодите, Хазэмбей, погодите. Я еще не закончила Хазэмбей. Я еще не убрала оружие. И пуля на кончике моего языка. Если вы не позаботитесь о моей дочери, я ударю по самому больному месту. Я не знаю, когда и чем вы собираетесь меня ударить. Перед вами Хазэмбейгемен. Я не тот человек, который испугается ваших угроз. И не тот человек, который будет с вами торговаться. Я еще не сказала своего последнего слова, Хазэмбей. Вы еще даже не услышали то, чего я от вас хочу. В этом доме самое последнее слово за мной, Пазилет Ханум. Последнее слово мое. Я не знаю, чего вы от меня хотите, но я у вас... Прошу вашу дочь. Я женюсь на вашей дочери. Прошу вашу дочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова